Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, 9 сентября, за богослужением читается отрывок Евангелия от Марка, глава 2, стихи с 18 по 22. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Вопремя оно, бях ученицы Иоанновы и Христейсти, постящиеся и придоша, и глаголоша Иисусу. А что ученицы Иоанновы и Христейсти постятся, а твои ученицы не постятся? И лече им, Иисус, еда могут сынови брачни, Донте же, жених, с ними есть, поститесь, Ели ко время с собою имут жениха, Не могут поститесь, А придут же дни, и гда отымется от них жених, И тогда постятся в тыя дни. И никто же приложение плата небелина Пришивает кризи ветсе, А щели жени, возьмет конец его новое от ветхого, И горшадира будет. И никто же вливает вина нового в мехи ветхи, А щели жени, просадит вино новое мехи, И вино прольется, и меси погибнут, Но вино новое в мехи новый влиять. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Ученики Иоанновы и фарисейские постились, Приходят к нему и говорят, Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, А твои ученики не постятся? И сказал им Иисус, Могут ли поститься сыны чертога брачного, Когда с ними жених? Да коли с ними жених не могут поститься, Но придут дни, когда отнимется у них жених, И тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, Иначе вновь пришитое отдерет от старого, И дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, Иначе молодое вино прорвет мехи, И вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надо обновлевать в мехи новые. Пост являлся одним из столпов религиозной жизни иудеев. Иоанн Креститель был строгим постником, И, конечно, приучил к постничеству своих учеников. Фарисеи также соблюдали все положенные и установленные обычаем посты, Поэтому некоторые из приходивших ко Христу Приводили их в пример и винили Спасителя за то, Что ученики его не постятся, Наравня с теми, спрашивая, «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, А твои ученики не постятся?» Отвечая на поставленный вопрос, Христос приводит известные образы иудейской свадьбы. В течение недели после бракосочетания Супруги непрерывно пировали и веселились, Приглашая близких друзей, которые именовались детьми брачного чертога. Правило раввинов гласило, «Все присутствующие на брачном пире Освобождаются от соблюдения всех тех религиозных правил, Которые уменьшают радость и веселье». И, следовательно, гости брачного пира Были освобождены от всякого поста, Поэтому, сравнивая себя с женихом, А своих учеников с ближайшими друзьями жениха, Спаситель замечает, «Могут ли поститься сыны чертога брачного, Когда с ними жених?» Блаженный Феофилакт пишет, Что своими словами Христос говорил им, «Ныне я жених, Нахожусь с ними, И потому они должны радоваться, А не поститься. Но когда я буду взят из всей жизни, Тогда, подвергаясь напастям, Они будут и поститься, и скорбеть». Таким образом, Спаситель возвращает посту Его изначальный духовный смысл, Когда рядом Господь, Радость от встречи и общения с Ним Заставляет забыть обо всем. Но когда заканчивается пребывание Христа с учениками, Для них наступит время поста. Желая показать, что Он не налагает Бремени поста на учеников, Еще не укрепившихся в вере, Христос приводит следующий пример. «Никто к ветхой одежде Не приставляет заплаты из небеленной ткани, Иначе вновь пришит и отдерет от старого, И дыра будет еще хуже». Новая, то есть небеленная ткань, Садится после стирки, И, значит, заплата из нее Еще больше тянет, И, следовательно, Совсем разрывает старую ткань. Ефимий Зигабен замечает, Что этим примером Спаситель желает сказать, «Целость небеленного куска, Как крепкая и жесткая, Возьмет и оторвет от старой одежды, И дыра будет больше. Поэтому и я, Желая исцелить слабость учеников, Не возлагаю теперь на них Суровости и тяжести поста, Чтобы они еще более не ослабели, Не будучи в силах нести возложенное, Но снисхожу к немощи их, Пока они не возобновятся Духом Божьим». Приводя другой пример, Христос говорит, «Никто не вливает вина молодого В мехи ветхие, Иначе молодое вино прорвет мехи, И вино вытечет, И мехи пропадут. Но вино молодое Надо обновливать в мехи новые». В древности люди хранили вино В шкурах, а не в бутылках. Мех представлял собой Вместилище для вина, Мешок, изготовляемый из цельной кожи Ягненка, барана или вала. Когда молодое вино наливали в мехи, Оно все еще бродило, И газы давили на стенки шкуры. Новые мехи были эластичны, И под давлением растягивались Без всякого вреда. Старые же со временем Грубели и теряли свою гибкость. И если в них наливали новое, Еще не перебродившее вино, Они не растягивались, И могли разорваться. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, Говоря о настоящем, Христос вместе предвещает и будущее, Именно то, что ученики Его Впоследствии обновятся. Но доколе этого не будет, Дотоле не должно возлагать на них Никаких строгих и тяжких заповедей. Кто прежде надлежащего времени, Говорит Христос, Предлагает людям высокое учение, Тот и в свое время уже не найдет Их способными следовать Ему. Это зависит не от вина и не от мехов, В которые оно вливается, Но от неблаговременной поспешности вливающих. Этими словами Спаситель Также наставляет своих учеников, Дабы они обращались с великой кротостью С теми уверовавшими во Христа людьми, Которых позже они примут в число Уже своих учеников. Господь научает нас, дорогие братья и сестры, Тому, что вся жизнь христианина Основывается на личных отношениях с ним. Ведь только от живого присутствия жениха Зависит, будут ли поститься Сыны чертога брачного, Потому как именно в Нем мы и живем. Разумеется, без внешнего не может быть внутреннего, Но лишь наша любовь к Спасителю Определяет меру в наших подвигах И способность радоваться истинной радостью. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...